Сегодня милиция задержала еще двух курьеров, которые помогали телефонным мошенникам обирать пенсионеров. Один из них забрал полторы тысячи долларов у пенсионерки, а расплачиваться пришлось его родственникам, когда за 19-летним курьером пришла милиция. Он утверждает, что не предполагал, что работает на преступников, однако от уголовной ответственности парня это вряд ли спасет. Он мне сказал, что у них все легально. Я переспросил еще раз, потом еще раз переспросил. Потом она меня отправила к другому человеку, я у него переспросил, все легально, все так. Он сказал да. Я, получается, боялся, но согласился. 83-летнюю женщину телефонные мошенники обработали по знакомой схеме. Родственник в больнице нужны деньги. Муж посоветовал пенсионерке позвонить брату, жена которого якобы в больнице, но выйти на контакт с родственниками мошенники не дали. Разговор прерывать запретили. Началось с двух и до восемь вечера. Телефоны лежали, нельзя было никуда позвонить. На следующий день, когда все-таки пенсионерка решилась позвонить родственникам, поняла, ее обманули. Позвони брату, позвони брату. Я говорю, что звонить, если он не звонит, чего буду звонить, я вас расстраиваю. И только утром позвонил. Муж сказал, что сейчас там танец был. Он говорит, как танец, у меня не в больнице, нет. Пенсионерка обратилась в милицию. Курьера вычислили и задержали. Еще один эпизод также произошел в Бендерах. В этот раз добычей мошенников стали 50 тысяч рублей. Курьера и в этом случае задержали по горячим следам. Но деньги он отправить успел. В целом, мошенники уже обманули больше 40 пенсионеров, обобрав их почти на 3 миллиона рублей. Показания сейчас дают 22 задержанных курьера. Все они молодые люди, рассчитывавшие на легкий заработок.